Во вторник оппозиционеры и простые ивановцы, выступающие за освобождение политзаключенных, собрались на площади Ленина. Плакатами, изображающими узников Болотной и лозунгами в их защиту, ивановцы пытаются обозначить проблему, которой в современном государстве быть не должно. Самое главное, что мы этим мероприятием хотим показать, это проинформировать жителей города об этой проблеме. Проходит у нас каждый раз раздача агитационных материалов, которые рассказывают о людях, которые сидят по Болотному делу. Сейчас страна уже конкретно скатывается в фашизм, потому что уже 3 августа был открыт первый концлагерь, как известно, в Москве. Планируется еще 83 концлагеря открыть. То есть сначала они обкатывают на вьетнамцах концлагеря, а потом, естественно, будут сажать русских, оппозицию в первую очередь. Сейчас по Болотному делу проходят сотни людей, десятки уже за решеткой. Активисты уверены, если сидеть сложа руки у голубых мониторов, система не изменится. Лишь совместными усилиями можно добиться справедливости. Меня сюда привело неравнодушие. Я разделяю позицию фалит заключенных, считаю ее правильной. Считаю, что их посадка в СИЗО, а далее в тюрьму – это необоснованная неправильная позиция властей. Тем самым они призывают на нашу сторону новых сторонников. У ивановских оппозиционеров с Болотным делом личные счеты. Их товарищ Дмитрий Рукавишников вот уже почти полгода находится в заключении. Мы ему недавно перечислили собранные нами на Яндекс.Кошелек 3000, плюс еще продуктов, питание передали. То есть он имеет возможность раз в месяц встречаться с своей женой на свиданиях с разрешением следователя. Больше ни с кем, к сожалению, общаться не может. Вот люди активно ведут переписку тоже с ним. В принципе, он себя чувствует более-менее нормально. Сейчас Дмитрий пишет не только письма друзьям в Иваново, но и так называемые тюремные записки, в которых описывает свое положение и мысли о своей судьбе и судьбе России. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.